Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, автор книги «Как быстро забеременеть». И сегодня я бы хотела вам рассказать 10 самых таких любопытных вопросов, которые я нашла, которые вы мне писали. Я из них выбрала 10 и хочу сегодня вам на них ответить. Первый вопрос, как длится благоприятный период для зачатия? Такой вопрос очень интересный, мы можем найти предыдущее, вы можете найти предыдущее видео на моем канале, там были видео, как правильно считать менструальный цикл, как правильно считать овуляцию, вот этот вопрос все туда. То есть, как долго длится этот период? Сама яйцеклетка у нас живет от 24 часов, да, 24 часа точнее. Сперматозоиды у нас живут в лучшем случае, да, 5 суток, то есть я всегда говорю 3-5 суток. Но в некоторых источниках нам все равно рекомендуют говорить, да, что это 7 суток. То есть, ну, в среднем, давайте так брать, 5-6 суток, да, поэтому женщина может забеременеть, если сперматозоиды хорошие, да, затаились, да, и на шестые сутки, когда созрела яйцеклетка, может забеременеть, да, в теории может и такое очень часто бывает. Поэтому мы берем где-то 3 суток оптимальный срок с момента, да, как созрела яйцеклетка, да, и сперматозоиды, которые ее ждали, ее оплодотворили, да, или наоборот в момент того, как созрела яйцеклетка. То есть, приблизительно это 3 суток. Следующий вопрос, возможно ли двойная овуляция и двойное оплодотворение, да, но в норме у нас с вами в один менструальный цикл созревает одна яйцеклетка, да, но бывает чрезмерно активный гормональный фон, какие-то перемены, да, длительный отдых яичников, допустим, прием оральных контрацептивов, да, или послеродов могут созреть две яйцеклетки, да, могут в разных яичниках созреть. И, соответственно, они быть могут обе жизнеспособные, хорошие, обе оплодотвориться и обе, соответственно, имплантироваться. Тогда мы получим разнояйцевых близнецов, да, и женщина будет беременна двойной. Следующий вопрос, сколько сперматозоидов попадает в матку после полового акта? На самом деле, вот в само влагалище попадает большущее количество сперматозоидов, но приблизительно их 30-40% гибнет в кислой среде влагалища. Да, то есть они живут совершенно недолго. Чем их меньше подвижность, тем меньше у них вероятности добраться до матки. Поэтому для нас очень всегда, я говорю, важна PH-флора влагалище, потому что может быть причина бесплодия в том, что огромное количество сперматозоидов погибает на первом этапе, особенно если они плохо малоподвижны. То есть, а потом уже могут проникнуть через цивиликальный канал в полость матки, это еще убираем, да, процентов 20. В самой полости матки погибает еще большое количество яйцеклеток, и поэтому уже в маточные трубы проникает их не совсем большое количество. И только один, самый быстрый, самый жизнеспособный, может оплодотворить яйцеклетку. Следующий вопрос. Какое расстояние преодолевает сперматозоид на пути к яйцеклетке? Приблизительно 20 сантиметров. Это от влагалища до дна матки. И он его может преодолеть за 15-20 минут всего, да. Если сперматозоид вялый, медленный, то это расстояние может он пробежать за 2 часа, да. Это когда хороший зрелый сперматозоид, зрелая яйцеклетка, 20-15-20 минут. Если сперматозоид уже не очень хороший, вялый, плохо подвижный, то бывает и около 2 часов. Представляете, насколько это уникальные процессы. Теперь, сколько сперматозоидов участвует в оплодотворении? То есть, выделяться у нас могут много сперматозоидов, да. Да, и яйцеклетки дойти могут много сперматозоидов. Но только один, самый подвижный, самый быстрый, самый активный, самый жизнеспособный, может оплодотворить яйцеклетку. Следующий вопрос. Можно ли и как рассчитать точный момент овуляции? Как его рассчитать? Нам нужно правильно посчитать менструальный цикл. Я вам уже говорила, что это видео есть, как правильно считать менструальный цикл, как правильно считать овуляцию на моем канале. Да, то есть, не забываем, что яйцеклетка жизнеспособна 24 часа, сперматозоиды от 3 до 5 суток. И поэтому мы, сама овуляция в среднем происходит на средину цикла менструального, поэтому мы с вами легко можем высчитать. Следующий момент. Вопрос, когда велика вероятность зачать мальчика, а когда зачать девочку? Этот вопрос, который мучает многих моих зрителей, многих моих пациентов. Здесь всегда я отвечаю просто, да, это биология, да, это генетика, что ту хромосому, которая идет от отца, да, либо X, либо Y, добавляется к материнской X-хромосоме, и в результате получается либо мальчик, либо девочка. Ну, вот что, какой есть очень интересный факт. Сперматозоиды носители X-хромосомы, то есть, девочки более медленные, но живучие. И они как раз могут прожить долго в ожидании яйцеклетки, да, то есть, до 7 суток. Они медленные, вялые, но очень хорошо живучие. А сперматозоиды мальчики, да, то есть, Y-хромосомы быстрые, но и быстро гибнущие, да. То есть, вот с девочкой мы можем быть половой контакт, когда-то случится овуляция, и женщина забеременела, да, то есть, он приплывет к ней и выжил, да, за все это время. То вот сперматозоиды, которые несут гены с мужским полом, да, нужно, чтобы половой контакт произошел прямо либо в день овуляции, да, либо чуть-чуть там буквально на несколько часов раньше. И тогда будет вот такая вот вероятность. Опять же, это все пока на стадии вот такого изучения, да, то есть, дальше мы, возможно, сможем этот процесс рассчитать. Но вот такие данные, я думаю, действительно очень интересные. Влияет ли частота половых актов на вероятность зачатия? Да, к сожалению, нет. Здесь качество сперматозоидов влияет на вероятность зачатия, ну и, конечно же, женского здоровья. Поэтому, как я уже вам несколько раз говорила, самый оптимальный вариант – это один половой контакт в 2-3 дня, да. Чем больше половых контактов, тем хуже сперматозоиды. Они недостаточно обогащены, они недостаточно жизнеспособны, да, подвижны и недостаточно хорошей анатомии. На какой день после зачатия можно узнать о беременности? Да, то есть, беременность мы можем диагностировать, когда уже плодное яйцо имплантировано в матке. После этого начинает выделяться гормон ХГЧ. Приблизительно это происходит на 6-12 день после зачатия. Обычно совпадает с днем начало новой менструации, да, или нового менструального цикла. И поэтому обычно мы в первые 1-2 дня, да, когда должна быть менструация, но не наступает, мы берем ХГЧ именно в крови. Потому что там наиболее хорошая концентрация. Уже попозже мы начинаем брать и делать тесты, опускать тесты в мочу. Поэтому если у вас есть такое огромное желание, то вы в любом случае дожидаетесь менструацию. И уже можно, если она не наступила, сдавать кровь на ХГЧ. И мы обычно ждем уже более 10 дней задержки, да, 10 дней и более. Тогда можно тоже так же сдавать кровь, попробовать сделать тесты. Следующий вопрос. Зачатие и наступление беременности. Это одно и то же. Нет, зачатие не всегда приходит к беременности, да. Потому что примерно в 30% случаев после зачатия оплодотворенная яйцеклетка не может имплантироваться, да. И, к сожалению, погибает. И менструация начинается в срок. Поэтому, чтобы всего этого не произошло, нужно правильно планировать беременность, да, и вовремя обращаться к специалистам. А я вам желаю всего самого наилучшего. До новых встреч!